МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ноябре-декабре 2022 года в городах Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, Карачаево-Черкесской республики, республиках Алтай, Дагестан, Карелия, Северная Осетия, Алания, Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Кемеровской области, Кузбассу, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 10 пулеметов, 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовки и карабинов, 11 гранатометов и огнеметов, 45 выстрелов, 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 килограммов взрывчатых веществ, свыше 40 тысяч патронов различного калибра, 16 подрывных машинок ПМ-4, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается. Наркополицейским совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы в Вышнем Волочке задержана 27-летняя жительница Удомли. При личном досмотре у девушки обнаружен полимерный сверток с 50 упаковками наркотического средства N-метилофедрона. Все это предназначалось для тайников закладок. Возбуждено уголовное дело, фигурантка заключена под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова